Вот озеро у ресторана Сковорода. Большая часть еще замерзшая. Здесь из-за тени снег тоже не растаял. Вот сам ресторан Сковорода. Здесь собака поменялась. Здесь как правило сюда бегает собака без намордника. То есть для того чтобы людей стимулировать у людей стремление к порядку. Вот видно при приближении, что лебеди, которые здесь пара постоянно живет. Они прожили здесь всю зиму. Вот кстати, кстати вот и собачка. Это не та, которая была здесь осенью. Вот так вот выглядит озеро. Которое раньше было заболоченное, замуленное. Его расширили, углубили, сделали тут купальни. То есть молодожены, которые время от времени посещают это место, даже купаются здесь, ну скажем сделали пригодное для отдыха. Это место сделали пригодным для отдыха. Еще лет десять назад. У озера было конечно страшно ходить. Там уже никто не купался. Вот маршрут к источнику Сковороды или Джироу Сковороды украинской. Вот указатели. Вот эта дорога пошла к поселку Бабаи. По крайней. К одной из околиц поселка Бабаи. И она разветвляется. Другая дорожка идет к Панскому Грушныку. Вот указатель. Панский Грушнык. Где Григорий Савич Сковорода, находясь в гостях у местного помещика. Любил в этом Грушныке тоже находиться, отдыхать, творить. То есть получал здесь вдохновение для своих работ. Благодаря которым он был в итоге признан великим. И является символом возрождение украинского просвещения. Так как в отличие от многих рожденных украинцами писателей, поэтов-философов, который, как, например, Николай Васильевич Гоголь, который творил свои произведения на русском языке, Григорий Савич очень часто использовал местный говор. Но так как он был учителем Харьковского коллегиума церковного, то естественно он очень часто использовал церковно-славянский язык до написания своих произведений. Но некоторые его стихи, которые потом были переложены на музыку и стали песнями, были написаны простонародные, как тогда говорили, малороссийская, а теперь говорят, скажем, прародительница современного украинского языка и украинской мовы. И то, что это была украиноязычная территория, подтверждает наличие у считающих себя русскими, проживающими на этой территории ныне в украинской лексике построения предложений и слов. То есть произнося по-русски все-таки слова, все-таки произносят их так, как если бы они говорили по-украински. Точнее по-украински вот я тоже, будучи русскоязычным украинцем, частенько говорю, и как русский, как украинец. То есть речь здесь совсем, относители русского языка здесь не обязательно являются этническими русскими, которых так называемой, не буду ругаться в эфире, мистер Пу принялся так рьяно защищать, что на Донбассе как раз от огня православного так называемого войска как раз большая часть гибнет именно русскоязычных, которые говорят по большому счету на украинском диалекте, точнее на украинском диалекте русского языка. Украинские это русские говорят коверкая слова для того, чтобы как-то унизить самих носителей языка и сам язык. Ну и, а мы как наследники Советского Союза, когда все это активно развивалось, никак не можем перейти на нормальное произношение. Або на вымолу, в якую треба казати эти слова. Успанский грушник еще раз покажу. Замясть старых груш, которые уже посохли, тут было очень много, сейчас посадят молодые саджанцы, которые восстановят этот грушник. Идем далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова